здравствуйте друзья решил ответить на вопрос по части проживания на яхтах я рассказывал про одного студента который меня был тут но это было в начале 90-х он при при приплыл на яхте он в каких-то гонках там участвовал в востоке и оттуда прям с товарищем и приплыл ну и так он я не могу сказать что он бедствовал но он пока получил политическое убежище так как то вот он значит на этой яхте там в марине он ее там запарковал и подрабатывал тем что значит на других яхтах где-то где-то чистил где-то красил там много такой работе вот ну и жили они на этой своей яхте вдвоем а потом уже попал к нам его взяли на работу в microsoft и я рассказал смешную историю что его взяли на работу в microsoft надо было ехать туда в редмонд вот и и она говорит я не доплыву там подтекает яхта моя они могут да не волнуйся мы ее там на прицеп поставим и у него в оффере было написано что они очень за свой счет ему эту яхту туда должна транспортировать вот и человек наш зритель который это все слушал он как-то зажегся этим он зажегся мыслью жизни на яхте и пошел посмотрел где-то да почем яхты продаются и вот говорит есть объявление где пишут что продаются яхты там вполне пригодные для жизни там с туалетом сам с тем с этим но буквально там за я не знаю за 10000 вот вот даже так и спрашивает как вообще вот эти зажегся человек чтоб я рассказал на эту тему что-то но но все-таки давайте начнем с того что тот товарищи которым я рассказывал находился в достаточно бедственном положении прийти он не жил на яхте потому что ему нравилось жить на яхте он может быть удовольствием жил бы в квартире у него денег не было чтобы снять квартиру при том что в то время это было намного дешевле чем сейчас например хоть не было не было денег такая история теперь живут ли вообще люди на яхтах ну да да живут вот если вы в какую-нибудь марину там пойдете посмотрите там есть такие есть такие яхты даже не не подумаешь что яхта это прям как дом такой настоящие на плаву вот но есть такие дома да есть такие прям вот дом и вы видите что это не столько плавательное средство сколько именно дома он на таких понтонах и стоит и в общем абсолютный дом вот а дальше уже там катером его транспортируют есть есть такой вид значит жизни но что получается тут аналогия может быть проведена с мобил хоумом потому что сам мобил хоум он недорого стоит вы можете купить в эту постройку там ну буквально не зато за 10 за 15 тысяч за 20 тысяч зависимости от качества этой постройки и вывести его куда-то и поставить там где его можно ставить а можете оставить там где он стоит но проблему мобил хоума состоит не в владении мобил хоум а в том что вы надо подключить на какой-то специальной площадке и вот я относительно недавно показывал вам такую площадку в санта-круз которая стоит на берегу океана и там тема белхоумы которые стоят на берегу океан ну в смысле с видом можно сказать на океан они платят 3750 долларов в месяц за парковку как бы вот этого мобил хоума 3750 долларов в месяц за парковку ну там до 40 там свыше 40 тысяч в год а сам мобил хоум если его куб покупать вот именно он может стоить там 120 300 80 тысяч знаете поэтому получается здесь похожая ситуация когда когда вы покупаете яхту яхту не так просто еще припарковать или вот этот дом на воде не так просто припарковать то есть вы можете пригнать его откуда-то и а вам скажет у нас места нет это требует как бы такой физической возможности подключения и физическая возможность вот запарковать яхту или там этот дом водяной сильно зависит от того насколько востребовано место вот мы как-то пару лет назад снимали ездили сашей новоселовым приятелем алексом мы ездили там на его яхте катались но и там заодно там новый год справляли там что-то форсов джела не извиняюсь 4 июля праздник новый год один так вот значит я там поснимал немножко вы можете посмотреть но это очень востребованное место то есть вот ему пришлось яхту купить вот прямо там у человека который я прямо там продавал потому что иначе бы он не смог купить вот эту парковку там то есть парковка зачастую идет вместе с яхтой то есть если если яхта стоит где-то и вы ее покупаете она уже сразу с места вот я это очень красивое место но 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 невероятно красиво есть места ну как бы сказать никакие они даже ближе вот скажем с той точки в которой я сейчас нахожусь они намного ближе чем там где у саши стоял и они такие ну никакие но вот подъезжаешь ну вот вода там степь вода там так ничего не происходит и люди вот из этого места где ничего не происходит они берут свою яхту и едут туда где красиво пойти вот там а там а там где красиво стоянка стоит намного дороже ночью начинаются такие такие тонкости то есть место может просто не быть если вы пригнали свою яхту откуда-то вы можете купить прямо там на месте и идея о том что за 10 тысяч можно приобрести такую яхту в которой можно жить я полагаю что это существенно привели при увеличении существенное преувеличение за 10 тысяч вы ничего такого не купите чтобы там можно было нормально жить вы можете может быть купить что то такое во что нужно положить еще там какие-то деньги наверное может быть там можно за ночевать вот так влечь и где-то и за ночевать там в кубрике в таком вот но даже не знаю и пописать пойдете в общественный туалет который там в марине будет где-то там на расстоянии вот может быть там есть даже такой маленький туалетик что вот так на пол тела вошло а вторая пол тела как-то осталось в кубрике но там же потом его нельзя сливать в марину вот это не соответственно надо потом откачивать это тоже там какой-то сервис он там чего-то стоит на это я не знаю поэтому если человек мой мое заключение такое если человек фанатично любит яхты воду все эти дела там и так далее то может быть для него это как бы и вариант если особенно если он не требователен каким-то вот таким бытовым условиям ну то есть можно жить вот как в палатке яхта немножко лучше чем палатка ну не намного на самом деле если дешевенько если уж там старенькая и дешевенькая и там и так далее вот как бы такой палаточный на воде образ жизни он возможен это не будет уже совсем дешево ли там совсем бесплатно то есть те деньги которые человек заплатит за аренд этого места там подключение так далее сравнимы плюс еще эксплуатация этой лодки так далее сравнимы с тем что платят за там рент может быть квартиры там но не квартиры могут комнаты вот поэтому я думаю что какой-то особой экономической выгоды там не получить соответственно если кто-то хочет исследовать этот вопрос глубже значит он должен потом еще есть он должен начать искать парковочки так заходить там на их сайт и смотреть почем стоит запарковаться и так далее вот ну и соответственно там есть картинки там этих яхт которые продаются там есть их технические параметры там квадратные метры и так далее поэтому можно вникать углубляться это путь это это безусловно путь для тех кто может по нему пройти понимаете это это далеко не как не каждый может и не каждый хочет и так далее я знаю людей которые могут наверно они где-то живут но они могут на яхте пожить там пару-тройку дней это бывает даже не уплывая никуда они могут на выходные там пойти в эту марину и там у них круг общения там пацаны вокруг там они беседуют там могут покушать сходить вместе там порыбачить вот вот как когда-то в советское время мужики в гараж шли давайте я камеру повернул основную прием которых был гараж это были особые люди потому что они вот мужики только они там в этом гараже проводили много времени и они там и выпить конечно там как же вот и там на эти женщин нет вот они не мешают вот своими этими разговорами вот и они там пойдут гаечку подкрутят там значит посмотрят там советов там друг другу надают опять выпьют там тряпочкой протрут что-то прикрутят но в общем какой-то отдельный мир я когда купил машину я спал мне товарищ помог ее пригнать то есть он сел за руль и пригнал и саратова машина была куплена в саратове ну и их там было два брата но что-то не был гараж и они что-то мне такое там как как-то так по-дружески что-то прилепили и младший брат мне дает значит ну так штырь поди там по мере сколько масла я а капот открыт и я смотрю не знал куда его штырит этот воткнуть и он значит а он уже несколько раз это делал я просто не видел я мне дает и битвы не посмотри и и он когда увидел меня что я вот с этим штырем стою и и я не знаю куда его воткнуть у него знаете глаза такие стали он говорит боже будет бывает какой счастливый человек он не бывает люди которые не знают как масло память вот пойти это целый мир эти там люди знают как померить масло там они там протирают тряпочкой там это для пальцем еще даже был на цвет по свету масло могут вам что-то сказать про автомобиль там и так далее вот это мир такой яхтсменов это это отдельный мир если вы из этого мира это один разговор если вы просто ищите жилье подешевле я я не думаю что это будет для вас находкой если только вы не возьмете жилье подешевле вместе с этим миром который вы примете который станет вашим миром все счастливо а